Всем привет! Меня зовут Марина Попова. Я являюсь менеджером компании Reflame. Сегодня я вам расскажу о том, как работать группой в Одноклассниках для сбора заказа или как увеличить свой личный товарооборот. Такую страничку я называю продавашкой. Сейчас я расскажу, как создать группу. Для создания группы нам необходимо... Так, первое, да, то есть это моя группа, она выглядит вот таким вот образом. Можете посмотреть. Для создания группы вам необходимо нажать в Одноклассниках группы. Вам выдастся вот такое вот окно, где мы создаем группу или мероприятие. То есть нажимая на окошечко в левом верхнем углу. Группу мы выбираем по интересам. То есть я рекомендую вам выбирать группу по интересам. Группа по интересам. Здесь мы заполняем название вашей группы, все, что вам угодно. Как вам нравится, так и называйте. Описание. То есть в чем суть вашей группы. То есть принимаю заказы на продукцию компании Reflame. Предоставляю скидку, если вы предоставляете. Доставка, например, по такому-то городу бесплатно. Обращаться по такому-то телефону. То есть в тематике я рекомендую выбирать красота и здоровье. Потому что по мне это более подходящая тематика. Группа на ваше усмотрение будет открытой или закрытой. Я сделала для себя открытую группу. Также выбираем обложку. То есть обложку можно загружать как здесь, так уже и потом при создании группы. Нажимаем создать. И у нас получается, что пустая вот такая вот группа созданная. Это другую группу я создавала. Просто показываю пример, что она выглядит вот таким вот образом. То есть будем набирать участников, раскручивая тем самым группу. И заполнять свою ленту необходимыми нам темами. То есть в темы можно добавлять ссылку на каталог. Можно добавлять описание какого-либо продукта с этим продуктом. То есть фотографии этого продукта. Можно добавлять информацию о каком-либо применении средств. Можно добавлять продукцию окрасковых для волос. То есть о всем, что угодно вашей душе. Может быть это какие-то просто рекомендации из бабушкиных каких-то советов по ухожу за кожей. Применение каких-то процедур. Кто-то лед применяет, кто-то дополнительно обтирается отваром ромашки и так далее и тому подобное. То есть так, чтобы ваша группа была интересна вашим читателям, вашим участникам. Далее. Есть вот такой вот момент при создании новой темы. Возможно указать, что эта тема будет промо. Что указывает на это? Промо – это как бы реклама. То есть тогда к вашей группе будет, ну так скажем, снисхождение, и вас именно за эту тему не заблокируют. Единственное, что на одну промо-тему необходимо иметь обычных пять тем. То есть должна быть вот такая вот, так скажем, разбавление тем, чтобы не было одних промо-промо все темы. Такого не может быть. То есть тема должна быть одна, например, ссылка на каталог у нас будет промо-темой, чтобы нас не блокировали, а остальные темы будут обычными темами. Далее. Дата публикации. То есть публикация, для чего это нам важно и нужно. То есть один раз уделив время группе, один раз в каталог, мы можем быть уверенными, что наша группа будет активной и живой. То есть будут размещаться публикации по вами указанным датам и времени. Например, вы сегодня выбрали время, проставили, что у вас каждые два-три дня будет появляться новая тема. То есть все эти темы прописали, даты указали. То есть ваша группа будет живой. Вам не нужно будет уже тратить время на то, чтобы добавить там новую тему, вспомнить про нее сегодня. То есть раскручиваем тогда только добавлением участников. Что немаловажно. В публикации, то есть при публикации темы в группе, все публикации оставляем от своего имени. Почему? Потому что публикации, оставленные от имени группы, невозможно отредактировать и удалить. То есть нам зачастую бывает, какую-то мы тему опубликовали, через два дня на нее посмотрели, нам что-то не понравилось в тексте этой темы, и мы решили что-то поменять. Вот эту публикацию, если публикация оставлена от имени группы, изменить будет невозможно. Поэтому не повторяйте моих ошибок, делюсь сразу. Каким образом приглашаем людей в группу? То есть мы так же, как обычно, работаем в одноклассниках, выбираем в поисковике. То есть вот здесь вот нажимаем на окошечко, нам выпадает окно поиска. Заполняем необходимых нам категорию. Пол, например, женский возраст. У меня здесь 36 лет. На самом деле я группу начала отрабатывать от 16 лет девочек приглашать. То есть 16 лет, и дальше выше-выше пошла. Выбираем свой город, если вы работаете только в своем городе. И выбираем такую вкладочку. А, не оставим галочку сейчас на сайте. Почему не оставим? Потому что тогда у нас больше вероятности найти всех тех, кто нам нужен. Но я не ставлю еще и потому, что работаю сразу с четырех аккаунтов и мне по максимуму отрабатываю за один день то количество людей, которое мне необходимо. Каким образом я добавляю людей в группу? То есть правой кнопкой мыши нажимаю. У меня открывается открытая ссылка в новой вкладке. И далее я уже к человеку захожу на страницу, чтобы не терять его из поиска. Зайдя на страничку, то есть я вижу, как мы их добавляем в друзья. То есть мы видим, что в действиях, да, то есть вот под фотографией ниже другие действия. Мы видим, что этот человек приглашение в группу не принимает, потому что у него нет такой вот ссылочки. Вот следующий человек, да, то есть есть вкладочка «Пригласить в группу». Приглашаем в группу, высвечивается нам вот такое вот окно. То есть выбираем свою группу, в которую мы его приглашаем и нажимаем «Пригласить». То есть человек приглашен. Удаляем, идем далее. Ну, то есть закрываем это окно на крестик. Открывается следующее, следующее. Я таким образом открываю примерно 10 страничек разом и отрабатываю их. Мне так удобнее и быстрее получается. На что обращаем внимание? Обращаем внимание на то, когда последний раз человек был на сайте. Если человек был на сайте больше 5 дней назад, дольше, я такого человека не приглашаю в группу. То есть человек неактивный и мне он, скорее всего, не подойдет. Может быть, придет ко мне позже. Еще обращаем внимание на такой вот момент. То есть зачастую в статусах наших потенциальных участников группы присутствует вот такой вот «Оформить заказ по каталогу Арифлэйм». То есть или «Принимаю заказы по каталогу Арифлэйм». То есть такие люди нам просто в группе не нужны. Зачем нам массово копировать своих, дублировать своих конкурентов к себе в группу приглашать? Они нам там, конкуренция не нужна. Также, если вы добавили какого-либо лимита, я нигде не нашла по добавлению людей в группу. На первом этапе примерно у меня было, что я с одного аккаунта могла пригласить примерно 13-15 человек. То есть вот и не больше. То есть у меня в день добавлялось 1-2 человека. Потому что примерно по статистике каждый пятый принимает приглашение в группу, то есть из приглашенных. Сейчас я приглашаю примерно уже по 60 человек разом я обхожу. То есть отправляю приглашение. И у меня максимум, наверное, за день у меня добавилось 28 человек. То есть за один день я добавила 28 человек в группу. То есть идет раскрутка активная. Еще обращаю ваше внимание, при обработке информации, то есть с вашей группы в обсуждении появляются группы, то есть в группах появляются сообщения. То есть это сообщение просматриваем, люди иногда оставляют комментарии наших постов, наших тем. Еще такой момент, да, я говорила, что работаю с 4 аккаунтов. Все 4 аккаунта у меня являются участниками моей группы. То есть вот так как они участники моей группы, они имеют возможность приглашать своих, приглашать людей в группу. На этом все у меня практически единственное. Хотела заметить, да, что время не любят, когда его тратят впустую. То есть все мы пришли сюда работать и зарабатывать. Работа в группе вам принесет товарооборот. Но работа в группе вам не даст того дохода, за которым мы сюда пришли. То есть самое важное в нашей работе это все-таки рекрутирование. Распределяйте свое время правильно. То есть, например, если у вас есть 2 часа свободного времени, не сидите 2 часа в группе. 30 минут в группе поработали, полтора часа потратили на рекрутинг. Это вам даст наибольший результат, наибольший доход, нежели все остальное. И помните, захотите, найдете время. Не захотите, найдете причину. Все, надеюсь, что я вам была полезна. Пока-пока. Продолжение следует...